Переходим к экзопланетам. Замечательная тема. Я вам завидую. Когда я на вашем месте сидел, слова такого не было, и мыслей таких не было. А почему не было мыслей таких? Не только у меня, а и у профессоров моих. А потому что звезды слишком яркие. Посмотрите, какие они ослепительно яркие. Конечно, никакого шанса рядом с ними увидеть какое-то маленькое, еле-еле светящееся тело. Тогда, да и сейчас еще почти нет. А тогда уж точно не было. Где-нибудь лет 25-30-40 назад. Какая доля солнечного света падает на Землю? Как вы думаете, ваша интуиция что подсказывает? Одна десятая, сотая, тысячная, десяти тысяч. Интуиция говорит, очень маленькая. Правильно, так и надо отвечать на экзамене, чтобы не попасть в просаг. Маленькая, очень маленькая. Ну, а если до порядка величины? Ну, приблизительно. Миллионная, миллиардная, сексиль... Ой, я не знаю, какие там большие. Триллионная. Секстильонная. Ну? Какая доля? Вообще, довольно легко в голове это подсчитать. Слово такое есть. Оно называется одна десяти миллиардная. Одна десяти миллиардная часть солнечного света. Причем далеко не все отражается. Кое-что поглощается, кое-что отражается. Ну, вот как себе это представить? Вот вас ослепляет какой-то фонарь, это звезда. И вы думаете, ну и что там рядом можно разглядеть? Вот давайте лучше мы его потушим. Тогда, о, что-то там есть такое маленькое. А что это такое? Мы бы даже могли догадаться, что это такое, если бы потушили фонарь. Но фонарь-звезду, во-первых, не потушишь, а во-вторых, если даже и потушишь, то и планета перестанет. Этот светлячок сам светится, а планета отраженным светом. Значит, никакого шанса увидеть планету нет. Да и, честно говоря, мы их почти не видим. Среди тысяч открытых, формально открытых экзопланет, то есть мы знаем об их существовании, видим мы от силы пару дюжин, да и то самых-самых крупных, да и то, как правило, в том случае, если звезда крайне низкого блеска, а планета сама светит со своим инфракрасным тепловым излучением, как какой-нибудь супер-Юпитер. Но давайте посмотрим на Солнечную систему издалека. Вот я тут подсчитал. Можете проверить, кстати. Может, я неправильно подсчитал. Если бы мы смотрели от Альфы в созвездии Кентавр, то есть от ближайшей к нам планетной системы, ну, звездной системы, конечно, хотя она и планетная, как мы теперь знаем. Вот как бы мы увидели нашу Солнечную. Максимальное расстояние, максимальный блеск планет. Кстати, они, как правило, не совпадают. Когда максимальное расстояние планеты от звезды угловое, мы же видим только половину освещенного ее полушария. Ну, ладно, ну, скинем это половину. Вот я тут еще максимальный блеск. Ну, что это? Вот давайте на это посмотрим. Современные телескопы могут это увидеть? Вообще, на фоне черного неба. Юпитер с Сатурном вообще элементарно. Сейчас любители иногда достигают таких звездных величин. На крупных телескопах 24-ю даже наш 6-метровый видит. А какой-нибудь 10-метровый видит и 27-ю. А телескоп Хаббл до 30-й дошел. Ну, 34-й, ну, плотон не планета, понятно. Сразу видно, что не планета. А углы? Ну, ладно, ну, такие углы. Вот одна угловая секунда, хороший любительский телескоп разрешает такие два объекта. Хорошее небо где-нибудь в Чиле 0,3 секунды тоже дает. Что ж такое? А сочетание слабого блеска с очень малым угловым расстоянием от яркой-прияркой звезды. А как вы думаете, какого видимого блеска Солнца наше, если смотреть на него от Альфы Кентавра? Ну, приблизительно. Нулевая? 0,5. В общем, почти нулевой величины. Ну, 0,5. Очень яркая звезда. А тут какая-то мелочь рядом с ней на расстоянии нескольких угловых секунд. Конечно, очень трудно было бы увидеть. Хотя в случае Юпитера и Сатурна, да как-то так, шанс какой-то был бы. На фотографиях четыре экспозиции одной и той же области неба. Маленькая экспозиция. Яркая звезда вполне компактное изображение оставляет. Но там ничего слабосветящегося не видно. Переходим к более длительным экспозициям. О, слабосветящихся сколько объектов. А рядом с яркой звездой мы их уже не увидим. Ее свет заливает окрестности. Это и рассеянный в земной атмосфере свет, и рассеянный в оптике, и дифракционные кольца. Там дифракция, видите, начинает проявляться. И в приемнике излучения рассеянный свет. Все это не позволяет рядышком на расстоянии нескольких секунд что-то там разглядеть. Поэтому и не было никаких даже шансов. Но все-таки... Ну, во-первых, теоретики всегда недооценивают практику. Великий теоретик Тип Торн писал в свое время... Ну, он занимается литивистскими вещами. Там нейтронные звезды, черные дыры. Он писал... Книжка на русский переведен, мы ее там несколько лет назад издали. Он писал, конечно, о нейтронных звездах. Такой объект будет иметь диаметр порядка 30 километров, он будет быстро остывать. Надежда увидеть такой тусклый объект, столь же мала, и он думает, ну, что бы еще такое вот, что мы никогда не увидим, как и надежда увидеть планету у другой звезды. Иными словами, надежды нет, говорит великий теоретик, ныне лауреат Нобелевской премии. То есть в теории-то он силен. А вот по поводу практики недооценил. Во-первых, он писал о нейтронных звездах. Надежды нет. Стоило ему это написать, как нейтронные звезды открыли тут же, в 67-м году. Ну, а еще до этого астрономы практики пытались открыть, вернее так, почувствовать присутствие планеты на орбите вокруг звезды. Планета не видна, ладно, бог с ней, но сама звезда будет в том же темпе относительно общего с планетой центра масс перемещаться. Давайте попробуем это заметить. На фоне неба видимые угловые перемещения звезды. Они должны быть регулярными, периодическими. Это как-то спасает положение. Периодический сигнал всегда легче выделить на фоне помех. Мы понимаем, что планету увидеть трудно, но давайте следить за звездой. Если увидим, как она относительно своего среднего собственного движения начинает так вот синусоидально вилять, значит, там рядом с ней планета. Давайте попробуем представить себе, если мы наблюдаем солнечную систему. Солнце с расстояния 10 парсек, 33 световых года, от ближайших звезд. Вот как ерзало бы Солнце с периодом, а как вы думаете, с каким периодом? Там годы написаны, но сразу можете сказать, с каким периодом Солнце приблизительно гуляло бы вокруг центра масс Солнечной системы? Лет 12. Почему? Чуть-чуть. Громче говорите. Вы должны говорить громче, чем я, микрофон на мне висит, а мы делаем запись для всех желающих. Юпитер, конечно, Юпитер, все остальное мелочи. Вот тут примерно 12-летний период Юпитер. Но масштаб, чувствуете, тысячная доля угловой секунды. С поверхности Земли это практически невозможно заметить. У нас размер изображения звезды на фотопластинке — секунда, а тут тысячная доля. Кому могло прийти в голову начать такие наблюдения? Пришло. Во-первых, надо было близкие звезды найти. Нашли. Летящая звезда Барнарда, вторая по расстоянию от нас. Первая Альфа-Кентавра, вторая Барнарда. Быстро перемещается на небе, и можно за ее собственным движением смотреть. И вот такой энтузиаст этого дела, Питер Ван де Камп, американский астроном. Есть такая спрол-обзорватория, там длиннофокусный рефрактор хороший, 24-дюймовый, здоровенный, 60 сантиметров. А длинный рефрактор — это необходимый, ну не только рефрактор, длиннофокусный телескоп необходим, чтобы масштаб изображения был в фокальной плоскости большой, и точно углы можно было измерять. Он взялся за эту работу и 20 лет ее делал систематически. Вообще это труд колоссальный. Ну и другими вещами занимался анастрометрист. 20 лет наблюдал за некоторыми звездами, в том числе за звездой Барнарда. И вот он объявил в начале 60-х, что у него звезда Барнарда ходит по синусоиде. А значит, рядом с ней есть, ну это по альфу, по дельту, косинус дельта. Помните зачем? Почему тут без косинуса смещение, а тут по прямому восхождению еще косинус дельта? Научше умеется. Вон круг. Конечно. Да, чтобы и это, и это были линейные единицы на небе. Потому что смещение по прямому восхождению, еще надо учесть, что в зависимости от расстояния от небесного экватора, оно проявляется разным способом. Одно и то же смещение на высоких дельтах будет сильнее сказываться. А нам надо просто линейные смещения измерять. Ну хорошо. И вот он объявил, что у звезды Барнарда есть один массивный спутник, типа Юпитера. А потом даже через несколько лет сказал, нет, не один, а два, а потом даже чуть-чуть не три. В общем, целую планетную систему звезды Барнарда открыл. И тогда все ему поверили. Во-первых, потому что у него не было конкурентов, он лучше всех работал в этой области. А во-вторых, потому что эпоха была такая, начало 60-х, спутники начали летать, Гагарин полетел. Все были в восторге от начала космической эры. Начали замечать летающие тарелки в атмосфере Земли, НЛО всякие. Ну, восторг был, всеобщий интерес к космосу. А тут планетную систему открыли в одной из ближайших звезд. Ну, конечно, а как же иначе? А иначе получилось, потому что молодые сотрудники, а по сути ученики Ванда Кампа, на другом, более качественном телескопе, там в морской обсерватории построили рефлектор астрометрический, они показали, что никаких видимых смещений, вот это их точки, нет. А вот это вот, это так называемые систематические эффекты, там гнутие телескопа, всякие зима-лето, нагревается телескоп, фокусное расстояние меняется, в общем, много там учтенных и неучтенных эффектов, которые Ванда Камп, в общем, прозевал. Но он до конца жизни, а умер он, по-моему, в 95-м году, был уверен, что он открыл планетную систему. Но все уже знали, что это ошибка наблюдений. Он умер в 95-м, а как раз в 95-м году таки открыли первую планету в одной из ближайших звезд. Не знаю, знал он об этом или нет, успел ли, но вот такая история печальная. А вот его ученики работали на этом, по-моему, единственном в мире астрометрическом рефлекторе. Он очень надежный, никаких тут гнуть, ну, все это намного прочнее, чем у обычных телескопов, и поэтому там систематические эффекты не так сильно проявились, и ребята доказали, ну, не ребята, а сотрудники доказали, что это все ошибки наблюдений. Самое любопытное, что уже в нашу эпоху, в 2000-е, у звезды Барнарда действительно обнаружилась планета, но совсем не такая, как предполагал Ванда Камп. Маленькая планета. Она не могла вызвать тех эффектов, которые, как казалось, Ванда Камп заметил. Теперь такие же наблюдения обещают нам очень большой урожай планет у других звезд, потому что точности астрометрических измерений возросли в тысячи раз. Сначала полетел спутник Гепархос, а теперь вот летает эта замечательная машина Гайя, у которой точность измерений, если у Ванда Кампа была несколько сотых долей угловой секунды, то тут статысячные доли угловой секунды, и это, конечно, фантастически. Но надо накопить некоторый наблюдательный материал. Планеты медленно движутся, а Гайя уже около 10 лет летает, надо еще, может быть, лет 5-10 подождать, когда соберется много материала, и пойдут уже косяком, пойдут открытия. Вот именно этим астрометрическим методом по совмещению звезды в плоскости неба. Ну, смотрите, вот эта вот точность, достигнутая Гайей. Чувствуете? Фантастика. Но пока суть до дела, стали думать, а как бы иначе проверить, во-первых, есть ли планеты, во-вторых, найти их. Посмотрели на области, где рождаются молодые звезды. У молодых звезд, у некоторых, Хаббл в начале 90-х обнаружил протопланетные диски. Ага, это намек. Все-таки есть диски, значит, должны быть и планеты. Ну и теперь их стали открывать. Не только Гайя, кстати говоря. В инфракрасном диапазоне спектрограф сфер на 8-метровых телескопах, он позволяет уже, ну, по крайней мере, какую-то структуру протопланетных дисков, самых близких к нам, вот звезды типа Татаури, это молодые такие переменные звезды, а у них обнаруживать, ну, по крайней мере, само наличие и какую-то определенную структуру дисков. Ну, а АЛМА просто показывает детально структуру дисков. И это был, ну, правда, АЛМА уже в наши годы, когда экзопланеты и без нее открыли, но это такой яркий намек был, что есть вещество, оно сохраняется вокруг молодых звезд, значит, из него что-то должно формироваться. Тогда же на Хаббле сфотографировали протопланетный диск с ребра. Вот у бета-живописца закрыли заслонкой яркую звезду, и диск проявился. Это такие искусственные цвета, перепад яркости просто показан, а это реальная фотография. Ну, вот, значит, все это были намеки. Ну, сегодня мы это еще лучше видим, вот у бета-пикторис, структуру этого диска. Но это все, это пыль, это пыль, а где же планеты? Сегодня вообще можно... А, кстати говоря, вот так мы видели на Хаббле сам диск, но планеты-то никакой тут нет, только есть вещи, будущее, будущие планеты. Может быть, из этого диска что-то сформируется. А сейчас вот этот диск, который Хаббл видел на наземных телескопах, прикрыв яркую часть диска и саму звезду, специальную заслонку, уже стали обнаруживать там во внутренней части протопланетного диска отдельные планеты. Но это вот сравнительно свежие. А следующий намек на присутствие планет рядом, теперь уже не с молодыми, а рядом со старыми звездами. Планетарные туманности — это эпоха смерти звезд средней массы, таких же, как Солнце. Звезда сбрасывает окружение, ну, внешние свои слои. Замечательно. Мы так себе и представляли планетарные туманности, пока телескоп Хаббл не полетел. Дело в том, что с Земли планетарные туманности почти не различаются. Там структура никакая не видна. Видно пятнышко, понятно по спектру, что это горячий газ, но структуру не видно. На Хаббл полетел и стал нам четкие картинки демонстрировать. Ну, вот картинка, которую мы ожидали. Звезда-шар — шар. Ну, значит, и газ она будет сбрасывать в себя сферически симметрично. И вдруг Хаббл стал показывать вот такие планетарные туманности, которые явно имеют зеркальную симметрию и такую биполярную структуру. Почему газ сюда не летит? Значит, что-то ему мешает. И одна из довольно очевидных идей, что это плоскость планетной системы. Что тут либо планетный, либо какая-то звезда-спутник там гуляет в этой плоскости, либо массивные планеты, которые перехватывают газ и перенаправляют его в гравитации свои, в другие стороны. Ну и, наконец, в начале 90-х спектроскописты решили, что они могут заметить движение звезды, связанное с присутствием планеты. Но уже движение не в плоскости неба, а вдоль луча зрения по эффекту Доклера. Это тоже было с точки зрения нас, тогда уже вполне зрелых астрономов, что это была почти безнадежная идея. Давайте представим себе Солнце и Юпитер. Юпитер летит по своей орбите с какой скоростью примерно? А Земля с какой скоростью по орбите летит? 30 км в секунду. А Юпитер, ну легко понять, корень из r, 5 астрономических единиц, 13 км в секунду. Солнце движется синхронно с ним, но на расстоянии от центра масс в тысячу раз меньше. Солнце в тысячу раз массивнее Юпитера. Значит, с какой скоростью Солнце оборачивается вокруг центра масс системы Солнца Юпитера? Сколько? В тысячу раз масса меньше. Километр делим на тысячу. Метр — 13 метров в секунду. Это скорость, с которой бегуны на стометровке бегают. 13 метров в секунду. Можно заметить сдвиг спектральных линий на такое мизерное значение. В ту эпоху, в начале 90-х, у спектроскопистов было самым крутым таким достижением измерять скорости звезд с точностью километр в секунду. Большинство мерилось со скоростью 10 км в секунду. Самые крутые, там, в Канаде есть такая группа спектроскопистов, во Франции. Километр в секунду — это вообще было замечательно точно. И вдруг ставится задача — измерить скорость звезды с ошибкой не более 10 метров в секунду. Невероятно. В сто раз повысить точность, уже достигшую, казалось бы, своего предела. Решили. Примерно лет 10 над этим работали. И решили эту задачу. Появились новые цифровые методы. Тут уже не просто на глазок стали мерить сдвиг спектральных линий, а получив спектр звезды, он цифровой, теперь уже ПЗС-матрица, компьютеры появились, накладывали на него цифровую же маску и специальными методами математическими пытались найти рассогласование. Но пока спектроскописты над этим бились, а это оптическая спектроскопия, первые планетообразные тела открыли радиоастрономы. А дело в том, что в радиодиапазоне там же совсем другая технология. Мы в оптике не меряем частоту как таковую. Мы меряем, ну вот раскладываем спектр и положение спектральных линий. А радиоастрономы, у них же когерентные методы, приемник там, гетеродинный метод регистрации излучения, он меряет очень точно частоту приходящего сигнала. И радиоастрономы, первым из них был вот Алекс Волжан, как правильно вообще по-польски, Волчан, Волчан, кажется, да, там четыре буквы латинских. Я с ним знаком, но что-то произношение его фамилии так и не усвоил. Он поляк, но работал в Америке на 300-метровом радиотелескопе в Ир-Исиба. Он вот у этого пульсара заметил систематический сдвиг моментов прихода сигнала. Потом попросил своего коллегу на другом радиотелескопе Фрейла. Тот подтвердил, и вот они вдвоем в 92-м году опубликовали, что этот пульсар движется так, как будто бы вокруг него три и, может быть, еще четвертое далекое тело, потом закрылось оно. Но три точно подтвердились, три объекта планетной массы. Можно сказать, что открыта первая экзопланета. Но народ как-то на это посмотрел косо, потому что, хотя они похожи по массе и по размеру на наши родные планеты, откуда могут быть планеты у нейтронной звезды? Нейтронная звезда радиопульсар — это остаток взрыва сверхновый. Предок радиопульсара — это здоровенная массивная звезда с массой 10, 12, 15 масс Солнца. А масса пульсара — около двух масс Солнца. То есть в момент взрыва две трети массы, а то и три четверти, сверхновая выбрасывает, и они разлетаются с огромной скоростью. Что будет с планетной системой, если у вас планеты обращались по круговым орбитам, и вдруг звезда потеряла три четверти своей массы? Конечно, круговая скорость становится гиперболической, и планеты разлетаются. А эти откуда? Ну и вот сейчас думают, откуда. Есть несколько идей. Ну, понятно, что это ненормальные планеты. Что это какое-то вещество, сброшенное самой звездой, но не до конца улетевшее от нее, а притормозившее. Ну, разные есть идеи. Вот есть идеи по части там сброшенного, потом вернувшегося. Есть идеи, что был второй спутник, и пульсар его нагрел, разрушил, из этого вещества родились планетообразные вот эти штучечки. Так или иначе, это не те планеты, про которые мы думаем, которые типа наших планет. К сегодняшнему дню еще, по-моему, у двух радиопульсаров нашлись такие вот объекты. А вообще-то радиопульсаров около трех тысяч обнаружено. Так что это редкое сочетание условий. И, скорее всего, связанное то ли с присутствием соседа, с которого стянули вещество, то ли оболочка сверхновой немножечко упала обратно ее часть и сформировались планеты. Интересно, крайне интересно. Но это как-то вот отдельное направление. И его не стали считать моментом открытия экзопланет. Ну, вот разные идеи на этот счет. Можно их... Вообще, очень интересно понять это дело. Но спектроскописты оптические продолжали свою работу. И вот в те годы, в начале 90-х, ведущая группа была, это Пол Баттлер. А, простите, Баттлер — это вот молодой, лысый, молодой, а с волосами более старый его шеф Джефф Марси. Они занялись первые. Создали крупный комплекс спектроскопический, получили большой грант, по-моему, лет на 20. Их программа была обеспечена деньгами. И они, в общем, правильно рассчитали. Нам надо открыть что-то тяжелое рядом со звездами солнечного типа. То есть типа Юпитера такое, что раскачало бы звезду, и в спектре ее это проявилось бы доплеровским смещением линий. Значит, типа Юпитера. Юпитер за сколько лет по орбите делает обороты? А? За 12 лет. Ну а что ты молчишь? За 12. Знаешь, надо говорить. Так, легко получишь экзамен без сдачи. А за 12 лет, ну надо бы хотя бы пару оборотов проследить, чтобы убедиться, что это вот такое систематическое, регулярное перемещение. Ну а значит, лет на 20-25 надо заложить эту программу. И они начали наблюдать сотни звезд, рассчитывая, что когда-нибудь лет через 20 у некоторых из них проявится вот этот эффект Юпитера. Да? Они же представляли себе все планетные системы типа нашей. Гиганты удали от звезды, поэтому медленно вращаются. А нашлась еще одна группа. Мишель Майор, очень известный спектроскопист, и его студент, дипломник. Потом аспирант, а сейчас вот, ну сейчас они уже работают отдельно друг от друга, но тогда вместе работают дети и Кило. Они швейцарцы, работали там на границе Франции и Швейцарии. В горах есть обсерватория Ход Прованс, но она во Франции, по-моему, так территориально. Телескопчики там небольшие, но они создали все, что надо. Это Эшелес-спектрограф, очень надежный, с оптоволоконной связью. То есть телескоп отдельно, а спектрограф отдельно стоит, в помещении, где перепадов температуры нет. Потому что перепад температуры, сразу прибор начинает на это реагировать. Туда лучше не заходить. И можно месяцами не проверять прибор, чтобы человек туда не вносил тепло. Вот это самый двухметровый, всего лишь двухметровый телескоп. У нас сейчас в ГАИШе 2,5 метра. Мы еще ни одной экзопланеты не открыли. В принципе, с таким телескопом можно работать. Они поставили спектрографы. У них разные были варианты. Куда-то сюда. Сначала поставили фокус КУДЭ. То есть сюда луч попадает сам, вот сюда в полярную ось, и приходит в эту комнату. Там поставили. А потом, когда поняли, что надо еще лучше закрыть, термостабилизировать спектрограф, по оптоволокну отправили вот сюда, в эту комнату. Так или иначе, очень хороший прибор сделали. И у них не было больших грантов, им там какие-то маленькие деньги дали. Им повезло. Они нашли случайно, наверное, то ли интуиция подсказала ту звезду, которая продемонстрировала систематическое доплеровское смещение линий, причем с неожиданно большой амплитудой. Сколько у нас Юпитер на Солнце? 13 метров, да, в секунду скорость создает. А тут вот почти, ну, где-то там 60-50 с чем-то метров, колоссальная амплитуда. Ну, а вот на эту звезду они более или менее случайно попали. Ну, повезло. И именно они объявили об открытии первой экзопланеты, а Марси и Баттлер тогда не успели. Потом, через год уже от Марси и Баттлера пошла просто вот... Каждую неделю они открывали по новой планете. Но первыми были Майор и Кило, и им за это дали Нобелевскую премию в прошлом году. Вот это самая первая кривая лучевых скоростей. Огромная амплитуда. Ну, ладно, амплитуда там 13 метров или 60, это, так сказать, в 2-3 раза разница. А период, вот это убийственно было. Не годы, а дни. Этого никто не ожидал. В Солнечной системе самая быстрая обращающаяся планета — это Меркурий, то у него там несколько месяцев период. А тут 4 с небольшим дня крупная планета, типа Юпитера, облетает свою звезду. Из этого сразу вывод, что она очень близко. К звезде. Настолько близко, что звездный свет должен ее нагревать до невероятной температуры. Ну и родился термин «хот Джупитер» — «горячие Юпитеры», потому что масса, как у планеты-гиганта, а температура должна быть тысячи кельвинов. Значит, совершенно невероятно. Как это понять? Юпитер мог сформироваться только в холодных условиях, там, где много летучих элементов в виде снега, льда и так далее, за ледовой, за снежной линией, а он оказался прямо в притирочку к звезде. И вот эта 51-я Пегаса, она правда так близко к звезде, что ее атмосфера испаряется, и хвост, в общем, прямо как у кометы, такой хвост испарений атмосферы тянется, и она довольно хорошо уже изучена. Ну, вообще, сразу теоретики обрадовались, стали моделировать динамику атмосферы у таких горячих Юпитеров. Раз он близко к звезде, значит, как он вокруг своей оси вращается? С любой скоростью. Вспоминаем Луну, приливы. Конечно, он приливно захваченным должен быть. То есть одно полушарие всегда смотрит на звезду, только одно. Значит, динамика атмосферы будет совершенно оригинальной. Одно полушарие нагревается, оттекает горячая атмосфера, накручивается на полюса, там ночное полушарие, которое всегда ночное, здесь всегда раскаленное. Вот эта картинка вам напоминает какую-нибудь планету? Венеру. Да, Венеру. Вот такие супер-Юпитеры с динамикой атмосферы, как у Венеры. Ну, считать-то считали, надо было все это проверять. К тому же приливное трение заставляет такие близкие к звезде массивные планеты довольно быстро тормозиться и падать на свои звезды. Вообще, очень интересно было бы увидеть, как Юпитер падает на Солнце. Лучше не в нашей, конечно, Солнечной системе, лучше в других. Ну, увидим когда-нибудь. Вот так же вся эта история из чистой теории теперь превратилась в практику. А, собственно, как мы узнаем что-то о планетах? Вот смотрите, мы видим только звезду и видим ее колебания доплеровские. Видим звезду, можем ее спектр померить. Ну, в зависимости от того, какого спектрального класса звезда. Вот измерили спектр. По спектру, глядя на главную последовательность, мы узнаем, ну, если спектральный класс узнали, узнаем светимость звезды. Затем идем к уже давно полученной зависимости между светимостью и массой звезды главной последовательности и находим массу звезды. По спектру звезды определяем ее массу. Так, мы знаем уже массу звезды, период ее колебаний и амплитуду ее колебаний. Дальше. По периоду колебаний, а значит, это орбитальный период планеты, и по массе звезды, третий закон Кеплера, узнаем размер орбиты планеты. Мы не видим планету, но узнаем размер ее орбиты. Дальше. По массе звезды и размеру орбиты первая космическая скорость, узнаем орбитальную скорость планеты. А орбитальную скорость звезды мы измерили, это амплитуда ее доплеровского смещения. Ну, правда, с точностью до наклона плоскости орбиты. Если мы смотрим с ребра на орбиту, то звезда движется от нас к нам, да? А если мы видим орбиту плоско, то никакого доплеровского смещения вообще не будет. Вот синус и важная такая плохо определяемая вещь. Ну, иногда можно определить, если затмение происходит, если планета проходит на фоне звезды, ну, значит, орбита к нам ребром. А если нет, то это, в общем, неопределенный параметр. Ну, и потом закон сохранения импульсов говорит нам, что масса звезды на скорость звезды это масса планеты на скорость планеты. Это мы знаем, это знаем отсюда. Массу планеты с точностью до наклона орбиты. Ну, ладно. По крайней мере, какая-то оценка для массы планеты получена только из наблюдения за самой звездой. Очень удобно. Ну, а может быть, нам повезет, и плоскость все-таки будет на нас направлена, тогда планета будет время от времени проходить на фоне звезды. Эти прохождения будут менять видимую яркость звезды, микрозатмение. Ну, это совсем хорошо. Тогда мы можем диаметр планеты померить. Диаметр звезды-то мы знаем. А откуда мы его знаем? Температуру звезды мы меряем по спектру, поток излучения меряем светимость, а по температуре и потоку излучения площадь поверхности, а значит, размер звезды определяем. Смотрите, насколько маленькая глубина этих затмений. Давайте представим, что это наше Солнце, а это Юпитер проходит на фоне Солнца. Юпитер во сколько раз меньше Солнца по диаметру? В 10. В 10. Значит, по площади 100. Одна сотая. Что такое одна сотая? Это одна сотая звездной величины. Но поскольку основание звездных величин близко к числу Е, 2 и 7, то малые числа у них одинаковые. Одна сотая. Ну, тут примерно одна сотая и получается на этой картинке. Глубина затмения. Можно с поверхности Земли заметить колебание блеска звезды с ошибкой меньше одной сотой звездной величины. Трудно, я бы сказал. В горных обсерваториях при хорошем качестве атмосферы можно. Но, в общем, это на пределе. А в космосе довольно легко. Ну, к тому же, может быть, будет шанс заметить не только затмение, но и свет самой планеты, когда она заходит за звезду. Конечно, это сложнее. А планета прикрывает такой же кусочек на поверхности звезды, какого размера она сама. Но на звезде-то этот кусочек яркий, это поверхность звезды, а поверхность планеты не так ярко светится. Но, может быть, если хорошие телескопы из космоса наблюдать, сейчас уже стали это замечать. Ну и вот в общем виде, как происходит изменение яркости звезды по мере того, как вокруг нее бегает планета. Это момент затмения, она глубокая, потому что кусочек звездной поверхности закрыт. Это момент затмения, не так, это прохождение, затмение звезды. Это затмение планеты. Но она не такая глубокая, но при желании, при хорошей аппаратуре, и его можно заметить. Ну и медленное изменение яркости, потому что к нам поворачивается дневная сторона планеты. Вот все, на что можно в лучшем случае надеяться. И, в общем, иногда удается все это промерить. Особенно удобно, конечно, и с космосом. Атмосфера не мешает, и даже маленький космический телескоп может то, чего не может большой наземный. Например, вот этот тот французский. Французы вообще большие специалисты. Нобелевскую премию получили фактически. Швейцарско-французские астрономы за открытие экзопланеты первой. У них большая хорошая традиция по поводу экономии денег и работы с маленькими, но очень производительными инструментами. Запустили маленький телескоп. Мало кто о нем вообще слышал. Вы слышали про такой телескоп КОРО? Нет. Это не Хаббл какой-нибудь. Это 30 сантиметров. Вот такой объективчик. 30 сантиметров диаметром. Но в космосе до десятитысячных дарей звездной величины с такой точностью он измеряет яркость звезд. И он вот в этой аббревиатуре там не только про планеты речь, но и, не помню, как она по-французски раскрывается, про изменение блеска звезд, независимо от присутствия. Ну, конечно, когда планета проходит на фоне звезды, он это замечает, а еще звезда сама может вибрировать. Такие астросейсмологические исследования, слабые вибрации звезды, помогают нам понять, какие звуковые волны из недр выходят звездных. Он это тоже хорошо меряет. Он открыл несколько десятков экзопланет. Запустили его наши дешевые ракеты. До недавних пор большинство французских космических аппаратов запускалось нашими ракетами. Это вот сейчас только начались проблемы. Придуманные, истинные, и мнимые всякие. Ну, а американцы, как всегда, много денег развернулись и запустили большой телескоп такого же типа, фотометрический, то есть для измерения яркости звезд. Ну, это был Кеплер, это огромное, почти метрового диаметра, зеркало, много всякой там электроники, гигантская ПЗС, даже не матрица, комплект матриц. И у него огромное поле зрения. Ну, по масштабам наземных телескопов 10 на 10 градусов. Значит, какой системы оптической должен быть телескоп, у которого такое огромное поле зрения? Что это? Давайте вспоминать, какие у нас широкоугольные телескопы. Шмиттовская, конечно, да. Есть еще Максутовская, но, естественно, американцы сделали Шмиттовскую. Это Шмиттовский телескоп, огромное поле зрения. Его направили на одну область неба и заставили много лет на нее смотреть, не отворачиваясь. Вот это его большая ПЗС-матрица, уникальная совершенно. А почему она такая кривая? Да, эффект кривизны поля. Помните? Эффект кривизны поля. Она отрабатывает поверхность наилучшего изображения. Вот она такая у шмиттовских камер кривая. Его направили на часть, он там созвездия Лебедя и Лиры в основном захватил. Млечный путь попал. В Млечном пути много звезд, но они очень тесно там расположены и фотометрию, каждая из них довольно сложно проводить. А часть вне Млечного пути, там звезд поменьше, но зато они реже расположены и проще их исследовать. И, в общем, он несколько лет фотометрировал примерно где-то около 200 тысяч звезд. Ну и пошла череда открытий. Вот статистика открытия экзопланеты. 1995 год, первое. Майор и Кело нашли, за что и получили Нобелевскую премию недавно. Кстати, почему ждали? Так долго, 25 лет почти. И очевидно же было, что открытие суперважное. Нет, дали им только недавно Нобеля. Ну и вот я посмотрел последний раз позавчера, больше не обновлялся каталог. Можно сказать, 5 тысяч. Посмотрите, как в последние годы открывают экзопланеты. Три года, тысяча объектов. Делим, получаем. В течение одного-двух дней, каждый день, каждые полтора дня мы открываем новую планету. Фантастика. И так будет, я думаю, еще долго, потому что техника развивается. Что мы о них знаем? Массу планеты мы уже знаем, как по лучевой скорости определять. Размер планеты в том случае, если она проходит на фоне звезды, так сказать, транзит, осуществляет прохождение. И тогда мы определяем размер. Можно сразу нанести эти точечки, точечки обнаруженных экзопланет и на эту же плоскость нарисовать теоретические линии того, какой размер имеет тело данной массы, состоящее из чистого железа. Посмотрите, есть планеты, которые претендуют на то, что они из чистого железа. Это даже покруче, чем наш Меркурий. Из железа и минералов типа Земли. Тут где-то сама Земля, Венера, понятно, что они тут. Ну и потом дальше, дальше все больше и больше летучих из чистой воды. Водный мир такой, планета-вода. Ну и потом из чистого водорода и гелия. И видите, с ростом массы планеты становятся все ближе. Уран, Нептун там, по-моему, где-то должны быть. А, вон они, Уран и Нептун, да? Они же немножко из металла, ну, в общем, из тяжелых элементов, немножко из воды и довольно много там водорода. Вот они тут. Так что с ростом массы планеты от землеподобных становятся гигантоподобными. Ну, в общем, это достаточно очевидно. Но разброс огромный. А это шкала температуры поверхности планеты. Температуру нетрудно вычислить. Вы знаете, какая звезда, вы знаете, на каком расстоянии от нее сама планета, поток. Тепла от звезды известны и температура. И вот цветом показана, какая температура этих планет. Ну, вот это интересно. Думать о том, как они там формируются. Ну, это примерно то же самое. Ладно. Музыка. 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 Техника. Техника все время улучшается. И те аппараты, которые способны регистрировать либо смещение звезды, ну, вот астрометрические спутники, либо изменение яркости звезды, ну, Кеплер, например, и там КОРО, и дальше будущие аппараты. Все они сейчас на это дело нацелены. Последние два были запущены несколько лет назад. Вот один из них, вот этот второй, ну, ТЭС он более такой американский, более дорогой и интересный. В чем задача? Кеплер очень хорошо поработал, но он смотрел на одну точку неба, 10 на 10 градусов. То есть, он покрыл своим исследованием 100 квадратных градусов на небе. А вся небесная сфера сколько квадратных градусов имеет? 40 тысяч. Тысяч. 41 почти 1000 квадратных градусов. То есть, Кеплер маленькую долю только мог открыть. Значит, надо теперь исследовать все небо тем же методом. Ну, вот ТЭС полетел, значит, спутник для обзоров прохождения экзопланет, транзитных экзопланет. Четыре телескопа. У каждого поле зрения 24 на 24 градуса, а вчетвером они покрывают вообще огромную площадь. И он еще сканирует. И он за год обозревает всю небесную сферу. Мог бы и быстрее, но почему-то только за год. Чего? Нет, не быстрее. А почему быстрее не может? Потому что, я полагаю, что Солнце срок подтверждения. Нет, Солнце ему мешает. Не может он смотреть туда, в ту область неба, где сейчас находится Солнце. А оно же перемещается по эклиптике. Через полгода оно же будет в другой части неба. И он на эту часть неба, где было Солнце полгода назад, посмотрит. Ну вот, и небольшой сравнительный, но тоже хороший, европейский Хеопс. У него один телескопчик, но такого же примерно качества, как американский. Да, собственно, он как у коровы 30 сантиметров, Ричи Керетиен. И делает то же самое. Зачем они ищут большое количество новых экзопланет? Ну, во-первых, просто интересно. А во-вторых, они готовят материал для работы вот этого гиганта. Он уже на орбите, он уже, по крайней мере, все идет по плану. Вы знаете, да, зеркало открылось, сфокусировали. У него там 18 сегментов. Зеркало состоит из отдельных кусочков. Уже дает четкие дифракционные изображения звезд. Но теперь придется подождать месяца два или даже три, наверное, чтобы оно остыло. Это металлические зеркала. Они из бериллия. И хотя у бериллия небольшой коэффициент теплового расширения, но все равно по мере остывания, а он будет остывать очень сильно, он прикрыт от солнечных лучей, чтобы это все остыло до температуры нескольких кельвинов всего лишь. Это же телескоп инфракрасного диапазона. Ему самому надо быть холодным, чтобы регистрировать инфракрасные лучи от далеких объектов. Все это остывает, все это потихонечку коробится, температурный коэффициент, там все-таки расширение есть. Ну и его постоянно подлаживают, там полторы сотни актуаторов, таких маленьких моторчиков, которые двигают эти панельки. И резкость будет все время подправляться, фокусировка. Ну и где-то к июню он уже выйдет на стационарный режим, и вот он-то уже сможет исследовать детально те экзопланеты, которые подготовили. А обзоры надо продолжать. Значит, в ближайшие годы хотят запустить европейцы вот такой, чувствуете, сколько там телескопов? Не сосчитать. Нет, сосчитали, 26. Они маленькие, но зато поле зрения суммарное, колоссальное, он будет работать так, прям по большим областям неба. Ну и большие тоже собираются запустить Ариэль, он тоже европейский, у него один объектив, похож на прожектор, да, рисунок, вообще-то это телескоп, но метрового диаметра огромный, лучше, чем у Кеплера будет. А вот сейчас все нацелено на это, большие гранты дают на это, и вообще это такое суперпопулярное направление современной астрономии. Не было, не было экзопланеты, вдруг они стали чуть ли не основным объектом исследования. Очень многие астрономы просто переориентировались, сразу бросили свои пульсары-квазары и стали заниматься экзопланетами, крайне интересный объект. Ну, нам надо их исследовать, не только открыть, не только измерить, а как-то понять, какие там условия на поверхности. Для этого можно использовать эффект, когда планета проходит на фоне звезды, свет звезды проходит через верхние слои планетной атмосферы. Наш Михаил Васильевич когда-то таким образом открыл атмосферу Венеры. С тех пор это и называют эффект Ломоносова. Вот, ей-богу, не только в русскоязычной литературе, а в мировой англоязычной литературе это Ломоносов эффект. Как уж он это сделал, ладно, это его личное дело, но таки заметил что-то и, главное, работу опубликовал. Вот, всегда публикуйте, даже если не уверены в чем-то. А глядишь, подтвердится. Подтвердилось, у Венеры есть атмосфера. Ломоносов ее открыл, все, точка. И это уже достаточно яркий свет, который может что-то сообщить про химсостав планетной атмосферы. Вот у той планеты, которую первые открыли, у звезды 51-я Пегаса, у нее вообще атмосфера улетает, как у кометы, и там на просвет ее видно очень хорошо. Там прям в спектре появляются линии, ну, малоинтересные линии, там, металлов, ну, правда, воду, да, на некоторых экзопланетах даже молекулы воды обнаружились. Итак, сегодня это большой бизнес и разные методы обнаружения и изучения экзопланет. Есть радиальные скорости, эффект Доплера, говорили о нем астрометрический, пока еще не дает эффект, но накопится критическая масса наблюдений и он даст, конечно, выстрелит. Транзитный очень хорошо работает, сегодня это главный метод обнаружения, по крайней мере, экзопланет. но есть еще и второстепенное микролинзирование, когда близлежащая от нас звезда преломляет лучи света более далекой. Если у близкой звезды есть планета рядом с ней, то преломление будет такой сложной формы, мы это заметим. Ну, и прямое фотографирование, ну, правда, я не помню случаев, чтобы... были случаи, когда замечали планету, ну, очень далекую от звезды путем прямого фотографирования. Вот эта интересная картинка, ее каждый год обновляет, ну, или раз в два года, Мишель Перриман. Это, пожалуй, самый такой активный исследователь экзопланет, и он выпускает Exoplanet Handbook, то есть справочник, уже справочники по экзопланетам существует, это большая работа. Вот, посмотрите, методы обнаружения, и сколько, каким методам открыто. Ну, видно сразу, что по радиальным скоростям около тысячи штук обнаружили, а методам транзитным в сумме там где-то три тысячи, три с половиной тысячи, да, примерно. То есть он более плодотворный, он сейчас дает основной выход. Ну, посмотрим, там есть и конкуренты, и каждый из этих методов какие-то определенные свои характеристики планеты дает. Прямые изображения, очень трудная работа. Вот, если в телескопе Хаббла как-то раз удалось прикрыть Фомальгаут черной заслонкой и увидеть вокруг него полевое кольцо, и там разглядеть вот эту маленькую экзопланетку, были уверены, что какую-то гигантскую планету там увидели. Сейчас уже не уверены. Ну, то, что там что-то движется, да, сейчас мы проследили ее перемещение по орбите, но, судя по всему, это не изображение планеты, что-то она слишком яркая. Помните, мы говорили, даже если на Юпитер добавлять вещества, он чуть больше станет, а потом все равно начнет уменьшать свой размер. Так что планет намного крупнее Юпитера в природе быть не может, даже если они очень массивные. А это что-то сильно, больно яркое изображение. Видимо, это прото-спутниковое кольцо полевое. То есть там вокруг планеты еще не сформировались спутники, но вещества много, и оно много света отражает от своей родной звезды. Ну, так или иначе, это интересно, это все-таки первое изображение. Потом эта технология улучшается, вот последили дальше движение по орбите этого тела. Сейчас разная современная аппаратура, вот сфера особенно на 8 метровиках, позволяет вообще выключить свет звезды. Как это можно? Ну, разными методами. И заслонкой, но заслонка много чего не дает. Полириметрическими методами, вот в ГАИШе такой разрабатывается тоже, у нас на 2,5-метровом телескопе такой прибор сейчас начинает работать. Одним словом, потушить звезду и увидеть планету, но, как правило, далекую. Вот смотрите, там звезда, мы ее выключили, но это размер орбиты Нептуна, как бы это было, если бы это была солнечная система. Наши все упакованы вот тут, а мы увидели, ну, какую-то очень далекую, ну, это тоже интересно, но хотелось бы вот там, где тепло, где могут быть жизнепригодные планеты, а их там не так легко рассмотреть. вот, звезда, это ХР-87, потушили, ну, или почти потушили изображение звезды, на исходной фотографии оно вот такое было и заливало светом все. На исходную фотографию наложили негатив изображения такой же звезды, но не имеющей планет, и они друг друга как бы нейтрализовали, ну, шум остался кое-какой, ну, обнаружили три гигантских планеты, а потом время шло, научились еще лучше ее тушить, и кроме этих трех еще четвертая обнаружилась, а главное, время идет, и мы замечаем, как они по орбите движутся, вот смотрите, движутся, значит, планеты, да, все честно, но все это очень далекие гиганты, а вот сюда, в область землеподобных планет, пока трудно забраться, как можно, например, с помощью интерферометрических методов, берем два телескопа, складываем их свет от одного источника, получаем изображение источника в виде интерферометрической картины, максимума, минимума, то же самое изображение мы получим от планеты, но планета же не в центре звезды, она же смещена, значит, картинка интерферометрическая от планеты будет смещена, и мы можем подобрать расстояние между телескопами так, чтобы максимумы излучения от планеты попали на минимумы излучения звезды, ну, какой-то шанс выделить свет планеты, конечно, лучше, если это будет космический интерферометр, и не два зеркала, как минимум четыре, такой проект есть, четыре космических телескопа, собирают свет, посылают, и тут происходит сложение когерентное и интерференционная картинка, ну, представляете, сколько стоит такой проект, да, пять космических телескопов, поэтому денег на него нет, и, наверное, никогда не будет, ну, может, когда-нибудь и будут, но пока это только проект, а вот тоже очень красивый проект, более дешевый, выводим в космос вот такую вот штуковину, это телескоп, а это что? А это что-то отделяется от телескопа, раскрывается, получается вот такой вот экран, причем это не для красоты, это не цветочек, это точно рассчитанная форма края, которая не дает вторичных колец в дифракционном изображении звезды, телескоп смотрит, а эта штука отлетает далеко-далеко, и закрывает собой яркую звезду, и тогда телескоп видит рядом вторичных колец с недодифракционных, именно вот из-за точного расчета этой краевой области, и мы видим отдельные планеты, очень красивый, а эксперимент, ну тоже не дешевый, ну глядишь, найдутся деньги на то, чтобы его реализовать. И тогда в спектре планеты есть надежда увидеть линии каких-то молекул, там кислород, вода и так далее, ну в общем какие-то признаки жизни, биомаркеры, молекулы, которые так или иначе связаны с жизнью, по крайней мере земного типа. Очень хотелось бы. Планеты, планетные системы, подобные солнечной, уже обнаружены. Вот Кеплер 90, ну звезда 90-я в каталоге телескопа Кеплер. Смотрите, почти точное соответствие нашей планетной системе. Гиганты вдали землеподобные, близко к звезде, почти полный аналог. Ну, тут их параметр расписан, но тут понятно все. Есть надежда, что года через два начнет работать гигантский 40-метровый телескоп в Чили, и тогда даже он сможет получать спектры экзопланет, ну далеко не всех, конечно, но некоторых. Просто большой диаметр объектива позволит собирать много света и как-то его там делить свет звезды и свет планеты. Ну, наконец, полеты как за планетом задумал наш с вами однокашник, можно сказать, Юрий Мильнер, тоже на физфаке МГУ учился когда-то. Знаете про него? Нет? Советую. Он меценат, он долларовый миллиардер, и он поддерживает науку, но он же наш человек, физфаке МГУ. Вот, но сейчас он в Америке живет, в Калифорнии, и он дал 100 миллионов долларов на вот такой проект. Слышали вы про него, Старшот? Нет? Кто слышал? Руку поднимите. Ну, кто-то слышал, ребята. Проект очень простой. Маленький космический аппарат привязан к светоотражающей поверхности, такой оптический парус, на него лазерный луч давит своим световым давлением и разгоняет его почти до скорости света. Все бы хорошо, но есть проблемы. Мощность лазерного луча гигаватты, иначе просто давление не будет достаточно сильного, и все эти гигаватты на 10 квадратных метров поверхности паруса падают. Если этот парус не будет полностью отражать весь свет на него падающий, ну, понятно, что он моментально испарится. 100 миллионов долларов сейчас пытаются на эти деньги создать вещество, которое идеальным зеркальным свойством обладает. Все отражает. Можно ли это сделать, пока никто не знает, но пытаются. Если удастся, то тогда полетят к ближайшим экзопланетам. К нам от них тоже кое-что прилетает. Помните, о Муамуа, я рассказывал о нем. Первый объект, прилетевший в Солнечную систему, бог знает откуда, но, по крайней мере, чужой. За ним еще комета прилетела межзвездная, которую наш Геннадий Борисов открыл, сотрудник ГАИШ, между прочим, первая в истории науки. И это значит, что не только мы туда, но и они сюда могут прилетать. И иногда метеориты бывают с такими скоростями, в атмосфере Земли замечены, что они явно межзвездного происхождения. Так что, это все. Ну и в конце, смотрите, я кое-какие книжки вам хочу порекомендовать. Вот эту мы с английского перевели, хорошая книжка. А эту тоже недавно. Вот эта особенно хороша, потому что Таскер — это действующий астроном, который прямо обнаруживает экзопланеты. Она хорошую книгу написал на этот счет. Ну и есть Переман, хендбук, который обновляется каждые два года. Можно его... Хотя что можно? Можно купить в Кембридж университи пресс. Или уже нельзя? Кажется, сегодня уже нельзя. Все быстро меняется. Ну ладно, я думаю, все это когда-то закончится. И есть даже книги по отдельным направлением изучения экзопланет. Вот только землеподобные или только изучение атмосфер крупных экзопланет. То есть это большое и интересное и очень важное направление астрономии. Тому, кто в него сейчас окунется, я думаю, не пожалеет.